Спасибо. Поднимите, пожалуйста, руки те, кто когда-нибудь в своей жизни надевали шлем для виртуальной реальности. Так, а кто из вас говорит по-английски? Ну, хотя бы на среднем уровне. Хорошая аудитория, замечательно, будем с вами на одном языке разговаривать. Вообще, тема изучения языков в VR достаточно обширна, но сегодня я только буду говорить о онлайн-курсах и VR, об их возможном совмещении, потому что в VR я пришла именно из онлайн-курсов. И мой первый языковой курс и последний я называю ущербным не потому, что он снят на телефон, а потому что, в принципе, любой языковой курс на данном этапе я считаю ущербным. Объясню, почему. Изучение языка, как вы, возможно, знаете, предполагает овладевание, владение, не знаю, философ, может, я действительно философ, четырьмя компетенциями. Это восприятие на слух, говорение, чтение письма. Ну, это, конечно, разделение условно, оно просто удобно с методической точки зрения, и международные экзамены тестируют именно вот эти четыре компетенции, чтобы присвоить обучающему человеку уровень, уровень владения языком. Так вот, в онлайн-курсах мы можем, преподаватель может научить человека писать легко, можно научить, читать вы сами можете и без онлайн-курсов научиться, можно обучить человека грамматике. Я могу в своих видео-лекциях рассказывать правила, объяснять, давать таблицы, донести информацию, дать еще упражнение, прорешают, поняли. Можно лексику изучать. Я представила какие-то презентации, что-то дала, как какие-то… Ну, то есть много очень есть приемов. Потом вы пошли, скачали приложение типа Дуолинга, а Дуолинга отработали, выучили, запомнили. Замечательно, да? Но вот разговор в онлайн-курсе представить себе трудно. Вы, конечно, можете говорить сами собой, но это будет такая коммуникация так себе. Поэтому студенты звонят преподавателю, хотят личную встречу, хотят урок, хотя бы урок по скайпу, а у меня, соответственно, времени нет, да и вообще мне лень, а лень двигатель прогресса. И тогда я стала думать, что же нужно сделать такого в онлайн-курсе, чтобы вот эта практика была, относилась к онлайн-курсу, а не ко мне, чтобы они там сами собой практиковались. Всегда я подумала, вот было бы здорово, например, прошли мы тему аэропорт, лексику по теме аэропорт, надели студенты VR-шлем, оказались в аэропорту, им нужно зачекиниться на самолет, не зачекинились, самолет улетел. Или, например, прошли мы тему еды, мы все оказались где-нибудь в ресторане Барселоны, и вы с виртуального меню заказываете себе какой-то виртуальный, к сожалению, напиток. Скажите, вы бы хотели пройти вот такой онлайн-курс? Неплохо, да, звучит? Вот у меня для вас есть две новости, хорошая и плохая. С какой начинаем? Начинаем с хорошей. Такое приложение уже есть. Это приложение уже существует, оно созданно, называется Mondly VR. И действительно в этом приложении есть несколько сценариев, где вы можете отработать навыки разговорной речи. Это новость хорошая. Вам нужно только купить шлем за 200-300 долларов, ну, еще и приложение за 5, но еще, предположим, ничего. Плохая новость в том, что это приложение сильно недопилено. Оно недоработано, и в каких-то местах оно даже вредно для изучения языков, потому что там есть откровенные ошибки. Вот. Ну, если мы берем те части, которые доработаны и хорошие, то вы прошли какую-то тему, поговорили, полезно, полезно, весело, весело, отлично, замечательно, но все сценарии вы можете пройти за час. И вот, представляете, вы подготовились, купили шлем, купили приложение, за час прошли, и что? И потом вы возвращаетесь к старым добрым проверенным учебникам кембриджским с доказанной эффективностью. Вот. Тогда у меня возникает мысль, а что бы нам не заблендить эти две истории, не сделать онлайн-курс и к нему присоединить те самые сценарии, те самые виртуальные ситуации. Ну, велосипед я тут не изобретаю, потому что опять хорошая новость, опять такое приложение уже создано, такой онлайн-курс плюс VR уже создан. Что из себя представляет этот онлайн-курс? Это онлайн-курс, в котором есть видео-лекции, вы их проходите, проходите какие-то упражнения, и затем вы надеваете шлем до виртуальной реальности и оказываетесь в той самой ситуации. Ну, например, вы прошли тему бизнес-нетворкинг, послушали, подделали, уберите же меня, упражнения, и оказались на вот том самом а-ля западном мероприятии, где все такие веселенькие ходят, разговаривают друг с другом, налаживают бизнес-контакты, попивают винишко, и, в общем, все хорошо. Вот есть перед тобой такой персонаж, робот, с которым ты можешь пообщаться. На чем я себя поймала? На том, что, при том, что у меня-то нормальный английский, при том, что и на таких мероприятиях я была, когда система после диалога с этим роботом мне стала задавать вопросы, я поняла, что я не помню ни как его зовут, этого моего собеседника, ни зачем он приехал на это мероприятие, ни чем он занимается. И действительно, это моя проблема. Я плоховато запоминаю имена и вот какие-то детали из жизни малознакомых мне людей. Более того, система мне сказала, что у меня был плохой eye contact, потому что действительно я вертелась и думала, может быть, я пропустила какого-то более интересного собеседника. Таким образом, VR здесь мне дал не только языковую практику, он мне дал еще то, чего другие средства дать не могут. Ну, или, по крайней мере, не в том объеме. Я побывала в коммуникативной ситуации. И здесь ведь язык — это ведь не только про правила и не только про лексику. Язык — это еще и про то, как мы можем его использовать в какой-то реальной конкретной ситуации. Ну, эта ситуация тоже не до конца… Вот, кстати, и Джон мой, с которым я разговаривала. Она не до конца доработана, потому что, чтобы поговорить с Джоном, мне нужно было каждый раз нажимать на кнопочку. Ну, соответственно, тут как-то ощущения реального диалога не было. Есть и более интересные сцены, где проходится, например, тема публичные выступления, и потом попадаешь в VR, и перед тобой аудитория с 97 человек, Австралия, Сидней. Тебе нужно дать public speech, да, и у тебя есть слайды, то есть ты можешь ими пользоваться, можешь рассказывать. Почему это тоже хорошо? Потому что эти люди виртуальные, так же, как вы, шевелятся, попивают водичку, что-то там разговаривают, отвлекают всячески. Да, это очень хорошая практика, вот, говорить по-английски, когда вот эти люди, то есть понимаешь, что они виртуальны, но тем не менее. Вот это все очень здорово. Виртуальная реальность, ее главные плюсы заключаются в том, что это фокусировка, это эффект присутствия, это иммерсивность, то есть погружение, это сверхстимуляция чувств. То есть ты не только сидишь, прорешиваешь упражнение, да, или не только слушаешь, ты еще и чувствуешь, как будто бы ты находишься в этой ситуации. Тем не менее, к VR на данном этапе много вопросов. Один из них, именно в части изучения языков, это комбинация с искусственным интеллектом, потому что, если мы говорим о языках, то здесь дело не только в картинке, в попадании, а еще и дело в коммуникации. И вот искусственный интеллект тебя должен понимать. Я не знаю, на каком этапе на самом деле сейчас находится, но, как мне говорили специалисты, не на том, чтобы действительно вот так с тобой поддержать. Какие-то базовые диалоги, да, могут, но что-то более серьезное пока еще, по-моему, не изобретено. Второй минус – это, конечно, дороговизна. Ну, представьте, у меня была идея и есть идея создания ситуативной грамматики. Например, чтобы мне объяснить present perfect студенту, мне нужно разве что с бубном перед ним не бегать, чтобы он понял. Если я дала ситуацию, например, объяснила теорию, практику дала, прорешали упражнения, потом человек попал в эту ситуацию, он потерял ключи, он подошел к машине, у него нет ни ключей, ни паспорта. I have lost my passport. Все понял сразу. Ну, я так думаю. Но чтобы создать вот такую вот ситуацию, нужно, ну, минимум, там, 1300-1400, чтобы это было хотя бы как-то сносно выглядело. То есть дороговато, да. Еще один минус – это шлемы виртуальной реальности не являются массовыми. Это не смартфоны. Ну, можно сказать, конечно, что, может быть, через какое-то время они будут массовыми, но пока 300 долларов не каждый студент себе может позволить на то, чтобы часик поиграться в каком-то приложении. Но хорошая новость в том, что кажется, что на наших глазах зарождается новое средство, это новый инструмент для тех, кто любит учить языки самостоятельно. Я, кстати, к этим людям тоже отношусь. И, возможно, эта технология доработается и нам еще послужит. Кстати, вот преподаватели, которые уже сейчас используют VR на своих уроках, они говорят, что we don't learn languages anymore. We experience them. И вот я считаю, это очень здорово. Почему те, кто едут учиться, учить языки в страну носителей, они, как правило, по крайней мере, из моего опыта, учатся побыстрее и как-то лучше усваивают язык, потому что они его усваивают из контекста, из реальности. И как-то глубже он в них откладывается. Возможно, VR нам хотя бы в какой-то степени такую возможность даст. Спасибо большое, Юля. Как вы обычно отвечаете людям, настроенным, может быть, консервативно? Предвижу наличие целой армии репетиторов или учителей, которые скажут, ну, ни один VR ничего не заменит, там, доски, мела, человека рядом, не надо никакого VR, это дорогие игрушки и так далее. Репетитор или VR и так далее. Да и не надо никакого VR. Я всегда отвечаю, что лучше преподавателя реального, живого напротив тебя и лучше, скажем, того же бара, я сейчас ни в коем случае не призываю никого употреблять алкоголь, я имею в виду реальное общение на пляже, неважно, и хороший, толковый преподаватель-репетитор – это всегда лучше, чем любой VR, Skype или все что угодно. Понятно. Дело в том, что с годами, я так полагаю, человеческий труд, тем более хорошего эксперта-специалиста, будет стоить очень дорого. И вот все эти… Сейчас уже, по-моему, есть вот эта история, да, offline, it's nowadays luxury, что-то такое. Конечно, это лучше, но за неимением нормальных преподавателей, хороших, качественных преподавателей, особенно для людей, которые хотят и любят сами, это всего лишь одно из средств. Я сейчас не говорю, что VR лучше Skype, я не говорю, что VR лучше учебников. Нет. Я как раз-таки стою на той позиции, что на войне все средства хороши. И чем больше средств вы используете для изучения языка, тем вам лучше. Если кому-то нравится в VR, он надел, у меня недавно студентка надела, «А, класс!» и начинает говорить по-английски. У меня такой, пойдет. Кто-то надевает и такой, что-то голова болит, не надо никакого VR-а тогда вам. Вот и все. Понятно, интересно. Есть вопросы зала. Здравствуйте. У меня появился такой вопрос. Вообще VR и виртуальная реальность на данный момент, она довольно сырая сама по себе идея. Но мне интересен такой вопрос. Вы, получается, тестировали это и тестировали ваши студенты. Мне интересно, а как по-настоящему ли происходит вот это усвоение информации, как при общении с живым человеком, с носителем, или все-таки происходит какой-то, ну, как обман сознания или что-то такое, и какие последствия у этого есть? Здесь я вам могу ответить только одно. Это все нужно исследовать. Технология новая, непонятная. Во-первых, не совсем понятно даже, например, сколько времени можно проводить в этом VR. Мне говорили, что больше получаса нельзя, например, да, с живым человеком можете общаться хоть круглосуточно. Что касается того, какой эффект дает и как это можно сравнить с реальностью, надо просто экспериментировать, ставить эксперименты, надо смотреть. Но, с другой стороны, ведь когда мы, когда мы, преподаватели, вводим какие-то инструменты в классе, карточки, видео, аудио, что-то такое, ну, нам не приходит в голову это сильно там тестировать. Мы опытным путем понимаем, что, о, после карточек он мне пришел на следующий урок и говорит по-английски, а после там вот этих вот упражнений не особо. Так, использую карточки. То же самое с VR. Если я сейчас занимаюсь с какими-то студентами и вижу, что они вовлечены, им нравится, у них горят глаза, они хотят, 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 да, пожалуйста. Не очень-то обман, ну, значит, не для вас. Спасибо. Спасибо вам. Я хотел просто выяснить, а вот этот VR-специалист, с которым вы общались, он был похож на человека, он живой, или он как робот? Ну, то есть у него в смысле лексика, которую он на вас тренировал, она была предзадана, или вы чувствовали, что это прям как вот you know, I'm kind of like... Все-все-все. Насколько он был живой? Понятно. Во-первых, программа... Это только преамуло. Да-да-да, спасибо, Антон Юрьевич. Программа не одна, их несколько, и, соответственно, подходов тоже несколько. То есть есть записи живых людей, записанные аудио живых, настоящих говорящих людей. Тогда, соответственно, конечно, одна история. Есть вот этот... Все вот эти вот техники... Вот действительно, роботы, о чем вы говорите, это, кстати, в Монли VR, который я не рекомендую, там, где ты общаешься с роботом, и ты понимаешь, что ты с ним общаться не хочешь. И это не очень здорово, потому что мы же еще интонации должны учить, робот тебе интонацию нормальную не даст. Или там, например, выходит в одном из уроков, выходит кошка и говорит, это моя учительница виртуальная, ой, милашка, привет, милашка. Ты понимаешь, что никто же так не говорит по-английски, что это вредно, так не нужно. Ответила? Ну, так получилось, что я хотел в преамбуле подвести к тому, что если вам так не нравится общаться с роботами, а тем не менее, какую бы вы реальность, виртуальную или реальную реальность, не дадите, ну, например, Siri, она может с вами по-английски уже сейчас разговаривать, прямо вот вы можете из своих брюк достать. Да я с ней периодически разговариваю, когда мне одиноко. И вот в этом смысле вам помогает Siri получше, чем VR? Мне Siri, мне лично, Siri не очень нравится, потому что… Она вас не понимает. Она не понимает моих скрытых смыслов и моих тонких оттенков. То же самое и в VR. Вот это как раз та недоработанность технологии искусственного интеллекта, которой не хватает. То есть они же все равно ограничены. Тут, конечно, нужен вам специалист больше по искусственному интеллекту, чем по изучению английского языка. Но если вы спрашиваете, вот как вам, мне так. Пока, вот допустим, мне понравилось, понравился сценарий из virtual speech, отлично, я буду студентам давать. Что-то не понравилось, не буду давать, пока не доработают. В этом смысле мне хотелось вас поинтересоваться, опробовали ли вы просто в качестве одной из методик просто заставить человека пройти на испанском от, ну там, например, доту для какого-то уровня? Или я прошу прощения, какую-то игру, может быть, молодежь подскажет мне, какую нужно пройти игру, чтобы испанский потом уже говорить как на своем. Мне кажется, это более мотивировано. То есть, несмотря на то, что там все artificial, искусственное, но все-таки это мотивирует человека изучать язык, потому что, чтобы быть внутри игры. мне такого приложения неизвестно, где можно от нуля до, скажем, уровня B2 или даже хотя бы до среднего выучить язык. Ни в дуалинга вы этого не сделаете, ни в принципе даже на моем онлайн-курсе, ни на virtual speech, нигде. Чтобы нормально, мы говорим о 5,4 компетенциях. Это восприятие на слух, говорение, письмо и чтение. Вот эти 4 навыка, какое-то приложение, которое прокачает вот эти 4, ну это такая огромная работа, такие инвестиции, это должно быть так здорово сделано. Ну я сейчас таких не знаю. Все это кусочки, VR кусочек, учебный кусочек, практика в баре кусочек, который составляет, который по отдельности формирует вот те языковые компетенции и тот уровень, к которому мы стремимся. Спасибо. Спасибо большое, Юля. Было очень интересно.